Приветствую вас! Я думаю, все коллеги согласятся со мной в том, что быть насильно с кем-либо не принесет счастья ни вам, ни вашей второй половинке, то есть супругу. Дело в том, что единственное, что вас останавливает от того, что вы подсуществ за его сердце, чувства, это вероятно общественное мнение. Именно общественное мнение и моральную норму вы боитесь нарушить, когда сомневаетесь в том, стоит ли отдать предпочтение чувствам при условии отсутствия любви. Но тонкость в том, что моральные нормы призваны на защиту общества. Они призваны на то, чтобы это само общество защищать, его интересы защищать. И общество безусловно невыгодно, если вы разрушаете брак, если вы разводите, если вы расходите. Но! Вы же понимаете, что ваши цели, ваши ценности, ваши желания гораздо важнее, чем аналогичные общества. Потому что жизнь ваша и только вам решают, как ее прожить. Если вы будете жить в несчастье, то вряд ли вы добьете всего, чего хотите. Вряд ли вы будете спокойны. Вряд ли вы будете жить в гармонии. На этой почве у вас могут развиться психологические и физиологические заболевания. Если появятся дети, то дети будут жить также в атмосфере напряженности, в атмосфере постоянного конфликта и так далее. Что исключают их нормальное развитие и полноценную взрослую жизнь. Далее. Если вы, лично вы, за мужчину сейчас нет смысла говорить. Если лично вы, своего супруга уважаете. То есть, я не говорю про любовь, но уважаете. Желает учиться по человеческой ему счастью. То вы, наверное, понимаете, что не любя его, вы его счастливым не делаете. И только в том, чтобы ваши отношения с другим мужчиной не были, как бы, выходом из предыдущих. Чтобы вы расстались со своим супругом не потому, что вы уходите к другому. А потому, что вы не видите дальнейшего смысла в совместном существовании. Чтобы вы со своим супругом, образно говоря, разошлись на почве согласия. На почве инициативы вашей. Но инициативы не связаны с другим мужчиной. А связаны с ним. С вашим супругом. С тем, что у вас чувств к нему больше нет. Что желания быть с ним у вас нет. У вас есть лишь только одно стремление. Быть свободным. Вы поняли, что супруг это не ваш мужчина. И именно это должно быть следствие начала бракоразводного процесса. А новый мужчина, другой мужчина, с которым вы встречаетесь. Или с которым будете встречаться. Это уже следствие. Это вторичный момент. Это момент естественно вытекающий, но самостоятельный. Для новых отношений вам же будет полезно не увязывать их от брака. Потому что вы же наверное понимаете, что люди ссорятся всегда все. И с вашим новым мужчиной у вас тоже будут ссоры. И ссоры будут не одни. И если в этих ссорах вы будете говорить, что вот как так. Допустим вы. Я ради тебя порвала с мужем. Ушла к тебе. А ты вот мне что-то говоришь. Получается, что в отношениях новых. Вы не потому, что хотите быть с мужчиной. Ну и поэтому тоже. А потому, что вы чувствуете некое принуждение. Вот вы ушли от мужа к мужчине. И мужчина из-за этого должен терпеть что-то негативное от вас по отношению к нему. А вы соответственно негативное от него по отношению к себе. Из-за того, что он ради вас ушел от жены. Вы понимаете, это не есть хорошо. Отношения всегда свободное воле изъявления двух человек. И для того, чтобы они были максимально искренними, максимально чувственными, максимально крепкими и долгосрочными, необходимо предыдущие отношения закончить. Оставить их в прошлом. Но закончить как самостоятельный этап вашей жизни. То есть, своему мужу сказать, что вы уходите не к другому. А уходите просто потому, что с ним будущего у вас больше нет. И вот тогда, при таком раскладе, если вы готовы, именно так поступите. И если мужчина готов так же поступить, то абсолютно нормально, что вы, закончив одни отношения, которые в течение времени показали свои несостоятельные, вступили в другие. Более вероятно зрелые, более вероятно грамотные, более вероятно искренние. И если вы сделаете, как бы, переход резкий от одних отношений в другие. Да вот это вот, этот налет промежденности, что вы, как бы, оторвали друг друга от семьи ради себя, ну, он будет вам мешать. Он будет давлять над вами, лишая вас свободы в отношениях, искренности в отношениях. И, соответственно, как следствие естественного развития отношений. Потому, что все-таки люди в паре счастливы лишь тогда, когда максимально свободно выражают свои эмоции. А вы, при втором случае, свободно свои эмоции выражать не сможете. Я вас также поздравляю с праздником, я желаю успехов, удачи, радости, новых впечатлений. Всего-всего самого лучшего вам и здоровья. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Если появились вопросы, обращайтесь в личку, всегда помогу. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok